Вы смотрите новости на СТМЕГИ ТВ. Школьники из Геокчая, Агуза, Габалы, Шики и Шамахи побывали в Красной Слободе. В рамках очередного этапа просветительской тур-акции «Узнаем нашу страну». Учащиеся возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и почтили его память. Побывав в поселке Красная Слобода, школьники посетили парк культуры и отдыха имени Гейдара Алиева. Встречая школьников, представитель исполнительной власти Кубинского района в Красной Слободе Песах Исаков отметил, что тур-акции играют большую роль в формировании у молодого поколения патриотического духа. Вице-премьер Бельгии Дидье Рейндерс и министр безопасности Ян Ембон прибыли с визитом в Израиль, чтобы поближе познакомиться с системой безопасности аэропорта Бен-Гурион. Сегодня бельгийские государственные органы и руководство воздушной гавани столицы страны занимаются разработкой новой концепции безопасности транспортной системы. Идеальным примером бельгийцы считают систему безопасности израильского международного аэропорта. В Зихрон-Якове и Натафе продолжается борьба с пожарами. Из поселка Натаф были эвакуированы все жители, среди них 55 детей. Огонь охватил несколько домов в поселении и движется дальше. Также сообщается, что по предварительным оценкам ущерб от стихии в Зихрон-Якове составляет 50 миллионов шекелей. Израильское правительство может попросить помощи в тушении пожаров у Греции и Хорватии. 27 ноября в Москве состоится фестиваль Израиля в Москве «Шалом Израиль», подготовленный компанией Офек Исраэли и еврейским агентством «Сахнут». В рамках мероприятия можно будет получить самую актуальную информацию об Израиле, попробовать кухню страны и познакомиться с ее культурной жизнью, принять участие в мастер-классах по гастрономии, встречах с представителями муниципалитетов и государственных учреждений. Для детей запланирована отдельная программа и детская игровая зона. Также посетителей ждут лотерея и розыгрыш призов.